всем привет мы снова в москве заезжали на садовод сегодня еще снимаю как мы выезжаем несколько кадров у меня там есть по линиям но я не снимала подробно вот как люди выкладывают обзор там товар или еще чего-то потому что во первых и времени не было все бегом бегом а во вторых в тех контейнеров где я покупаю товар там ничего интересного нет пряжа она вся упакована не особо там и рассмотришь это не розница единственное что он где бусинки и всякое такое волшебное там я немножко поснимала вот но звук я уберу потому что по всему садоводу идет музыка новогодняя пытаются людям настроение поднять и покупателям и продавцам продавцов тоже настроение особо я так понимаю что им снова года еще добавляют копеечку к аренде очень не радостные вот ну мы так наполовинку радостные наполовинку не очень а потом что я еще в прошлый ролик вот так же мы из садовода ехали говорила что кассовых аппаратов как бы нет как их не было так их и нет декабрь уже закончился практически ну про маркировку я так понимаю сил уже почти все слышали но не это самое нету маркированного товара вот но я еще смотрела то что например мы маркировку обуви кто будет торговать маркированные обуви это уже не будет относиться к розничной торговли это другая другая система учета и навряд ли кто работающий на садоводе будет этим заниматься потому что с кассовыми аппаратами вот другая страна им видимо можно но в некоторых контейнерах есть кассовые аппараты но чтобы также вот как у нас поголовно нет этого нет что еще сказать ира меня просила поснимать садовода в общем ира у меня не получилось вот так уж подробно я уже говорила заснять так чуть-чуть слегка немножко в общем сейчас мы выезжаем так есть небольшой заторчик но не особо сегодня рынок полупустой в основном розница ходит в основном ходит розница оптовиков нет это мы решили перед самым праздником съездить посмотрим как там кат как балашиха будет пробка не будет еще вичуги попрошу сергей дача если вдруг я уснул снова заснять помните в прошлом ролике мы снимали такое сооружение которое возвели перед кольцом и стоит другой стороны прямо посреди дороги и она не было ничем предупреждено что это вот опасно потом поставили какой-то вроде знак да был как-то он отсвечивал что объезд или я уже не помню точно что поставили стрелочка была по моему вот сегодня мы ехали я не успела заснять сереж говорит не будем возвращаться чтобы заснимать эту же как бы что что-то ерундой это страдать вот но на обратном пути я обязательно сниму и покажу вообще ничего нет вы представляете это просто можно сказать вот смертельная опасность для автомобилистов потому что перед кольцом можно проехать прямо можно повернуть направо и если машины поворачивать направо то следом за ним идущий он в принципе ширина дороги позволяет его немножечко как бы на обгон пойти и проехать прямо до по кольцу и он как раз упрется вот в эту в это сооружение не знаю как его обозвать какой умный это придумал наверно у него точно что-то с мозгами ладно мы еще включимся а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Как я и хотела включить заранее, чтобы посмотреть, чем же нам ограничили. Или как нас предупредили в опасности на дороге. Я пока ничего не вижу. И вот встречные фары еще светят. Нет, вообще ничего нет, да, Сереж? Вот она, вот она, эта бандурина огромная. С другой стороны тоже самое. Вот мы сейчас подъезжаем к кольцу. Вот оно, это злосчастное кольцо наше, на котором бились. Наверное, до сих пор и будут биться. Ну, нет, кольцо-то уже, скорее всего, и не будут. А вот в эти вот, вообще, это... Мы знаем об этом препятствии, поэтому мы снижаем скорость. Если на эту дорогу пойдет... Вот она, еще одна. Тормозите наш, вот. Вот. Это памятник уже, практически. В общем, мы знаем об этом препятствии. И мы снижаем скорость заранее. Вот. А кто попадает вот на эту дорогу из другой области... Ну, вот не знает, да? Представляете, он может просто, наоборот, уехать. Вот. В общем, я не знаю. Скажут, наверное, что я специально. В общем, я Сергею Витальевичу заставила развернуться. Мы возвращаемся. Заодно и эту бандурину включим. Вернее, телефон включим, чтобы посмотреть на эту бандурину. Кто-то остановился, да? Ладно, может, я его дотащу. Вообще, мы вернулись посмотреть, что с этим парнем случилось. Вот она, вот, бандурина. А вернулись мы посмотреть, что с этим вот товарищем случилось. Но, видимо, вот еще кто-то остановился. И зацепили его на веревку. Сейчас потащим. Проехали мы тут, ладно, с километром. Могу Сергею Витальевичу возвращаться. Потому что вдруг никто не становится больше. Ну, вот видите. Кто-то был более сознательным, чем мы остановились сразу. Мы были увлечены съемками. Мы развернулись по кольцу. Еще раз мы ее снимаем. Автомобилиста зацепили на лямку, потащили. Все с ним хорошо. На заправке думаешь? Может, а в сух может? Ну, ладно.